доброе время суток всем это у нас город таллинн от 2018 год 2 февраля где нигде называть не буду и так всем все ясно по крайней мере кто смотрит один градус жары у нас было на этой неделе покажу секунд 40 такое видео солнце уже светило такое весеннее яркое слепила глаза очки пришлось одевать даже солнечные ну и чувствовалось до приближение весны вот оно будет и тут так как его называется ну с работой выезжающего такая вот опять скукота как сказал бы скучно мрачного мрак не солнце не снега и плюсовая температура этот снег у нас тоже выполнят недели может быть я закину там пару секундный еще отрывочек как он падал может я думаю я езжу теперь с регистратора может быть что-то попало так что посмотрите короче по новостям по новостям ничего говорить не буду не смотрел я кстати точно не все я доеду сюда дома залью это видео и еще сделаю одно не знаю сегодня выложу его завтра вот мне в мыслях есть одно такое давно обещанное видео она бы такой домашний так что в хорошем смысле дома домашнее видео и посмотрим так еще у меня на субботу еще есть в планах кое-что сделать если получится опять же вы это увидите но уже в субботу насчет субботы я не обещаю вот сегодня вечернего точно сделаю но вот как получится ну я понимаю тоже хочу спать если будет долго заливаться ну не залью и там она будет состоять из очень многих фрагментов придется еще клеить и так далее так я говорю про новости ничего у нас по новостям не было хорошего как принципе и плохого да кстати по времени 16 07 начал снимать это видео нужно там что-то там такие большие у меня паузы были так что да ничего поедем мы через ярвы вана но я хочу поехать через как он называется туннель почему через туннель тут на днях я знаю там в столбик какой-то возле него машина врезалась вопрос да просто хочу посмотреть а кстати еще посылочки пришли на посылочки с ним пришли 2 с китая смс к пришла что приходите за ними так что закончим путь на почте кстати а майка живой улица же оживленная такая если кто заметил по сравнению с другими эти машины вон давно не выезжать такая кромка под ними образовался не заезжал в джип это чё-то я их слегка так газонос что называется на фига себе полицейского не заметил держать лежачего лежащего так помню раньше по этой улице можно было выезжать дальше мы сейчас тупик поставили только для трамваев вперед ну что ладно это нам не помещает выехать на ярвы ванна просто мы дадим немножко круга я заодно пройдемся немножко другую сторону не так как на выходных на выходных да у меня получилось длиннее видео я его вылазил позавчера я думаю что многие не удержались и выключили его заранее ну как было так и было честно говоря видео резать очень невозможно вот если она больше там не знаю 10-15 минут резать нарезать из него есть ли ты просто забываешь ты говоришь где выискивать поэтому видео что-то очень сложно опс эта машина у нас уже не скажу что это за машина нет скажу инкассаторская машина видите знак такой внизу справа на правой двери внизу видно его или нет но там короче маркировочка что это перевозчик цены грузов станем за ним и не получилось улетел из-за этого вот mercedes ну да ладно и так это петербургское шоссе тоже тогда скучно и серенькое такое все и так будет в принципе до наверное до скажем до солнца пока солнце у нас не появится а на феврале у нас чаще появляться надеюсь что из морозов уже сильных не будет хотя знаете в прошлом году я пересматривал сегодня видео свои старые потому что я не знаю сказал не сказал что сделал их как обещал по этим листам теперь пересматривал и видел даже в прошлом году в апреле по моему даже морозы были кстати говоря насчет видео которое распихивал по плейлистам могу сказать одно что они одни пятницы да неправда мне не одни пятницы вот это будет 18 пятница с названием пятница только 18 видео из больше чем трехсот пятидесяти видео 229 это был по моему про таллинн порядком восьмидесяти одного видео это было за пределами таллина нифига себе без разметки три ряда въехали даже было 31 видео полезной информации я думал что там вообще будет 5-6 видео не 31 за дно где-то порядком 48 видео по эстонии за пределами таллина включая вимси кстати смотри с левой стороны опять как это постройка мы здесь ездили это не было только 5 появилась что там наверно опять торговый центр какой-то не знаю господи как я стал от жизни на дно начинать читать надо надо буду обещаю а то что-то все происходит это мимо меня работа в пятницу youtube дом этими пятницами можно как называется всю жизнь прожить не знаю не заметишь я вся жизнь пролетит этими пятницами не заметишь давай уходи не знаю попадем мы сейчас в туннеле или нет но почему бы и нет мы должны же попасть я так еще подумал по встречке я еду нет раздельная полоса есть кстати по с этой стороны скажем с этой стороны моста очень редко здесь проезжаем обычно на встречке мы всегда у меня такое ощущение знаете что не окажется никакого туннеля но я человек принципиальный я забираю забираю свои слова обратно наверное да я забрал все свои слова обратно все мы как раз едем в туннель почистим окошечко что было чистенько почему-то подумал по другой дороге поедем ну что здесь да нет все починили уже да это вот здесь что-то сбилось и но они хорошо оперативно сработали но они хорошо оперативно сработали я может такую сторону то было красота реально ощущение такие здесь в этом туннеле прикольные надо чтобы музыку пока когда этот видео свое раскидывал по плейлистам еще заметил очень многие у меня показали что я раньше ставил туда ютубовская ютубовская ютубовскую музыку и очень многие роли видео мне почему-то прикрыли наверное когда автор говорил наверно когда эти видео были на ютубе говорил что ради бога права на них на своих авторские наклады а потом наверное наложил права авторские почему-то это видео запретили немного там было но штук шесть вот обычно мы я выезжал сколько снимал видео вот по правой стороне где ведет вереницы машин обычно мы оттуда выезжали всегда кстати чувствуется по световому дню что он становится длиннее у нас уже 16-15 опять окна только помолокну опять и в 16.40 у нас только будет заход солнца я начал на это обращать внимание в этом году или в прошлом когда заход был по моему в 15.40 и уже час на час на два утень увеличился единственное что когда с утра встаешь в 8.40 насколько я выхожу из дома ну порядком в 7 20 в 7.30 я сажусь в машину и все равно еще тепло вот тепло темно вот это конечно давит когда ты просыпаешься с утра и уже солнце светит светло совсем по-другому ты просыпаешься совсем по-другому себя ведешь совсем по-другому в состоянии идти на работу ту же самую уже и спать не хочется а вот в такую вот ты просыпаешься ты ничего не понимаешь ночь день что хватает часы проспал не проспал а час ночи как много поспать можно и вы знаете когда у тебя будильник устроен на 6.30 и ты просыпаешься в 6.28 тоже такие ну в этот момент ты смотришь на часы не знаю как у других но на своих еще две минуты я могу поспать еще две минуты такое ощущение что целая вечность какая-то ну так мысли вслух за болтовней я стараюсь все-таки каждую пятницу ехать другими дорогами и мне веселее нет нет мне реально действительно если ездить одной и той же дорогой до дома город то небольшой но но пути разных 10-15 можно придумать теперь мы поделим это на 4 недели в месяц да потом поделим год на на 12 месяцев или умножим да и выйдет немного всего лишь там 40 50 недель да пятница солнце солнце снег подтаял конкретно такой грязненький еще вдоль бордюров прошлись эти уборочные машины раскидали как могли все остальное все остальное температура как его тепло уберет потает растечется единственное что я смотрю что в этом году почему то вот под бордюрами не образуется такой такой знаете песочной грязи такой которая обычно к весне высыхает и ее там еще этими щетками едут убирают за бензин говорить не буду видите да не то чтобы жестокие цены но неприятные но машин меньше все равно не становятся как сказал наш мэр Таллина Тавиас что пока мы не сделаем невыгодным ездить на машинах общественным транспортом у нас пользоваться не будут вы знаете тот кто едет куда-то на работу в контору я могу предположить да неплохо все таки общественным транспортом пользоваться но видите у меня в машине инструмент у меня раз два три четыре места куда мне до мотаюсь между ними и я на общественном транспорте не хочу ездить у меня просто возможности такой даже нету я бы сказал но успеем на этот зеленый или нет как вы думаете успеем и так по моему в каком-то видео вот здесь я косякнул да на красный свет сзади поехал но закончил свой постарался закончить свой маневр я сейчас быстренько хочу чуть не вплотную к этой машине встать чтобы справа кто поворачивает стонди не начали проситься мне пришлось им уступать дорогу так вот сегодня мы будем проезжать этот перекресток со светофором по правилам и только на разрешающий сигнал светофора вот эти пробки у нас понимаете это мы в пробки попали что в ту что в другую сторону как я уже говорил много раз улица там сарате она такая связующая улица такая как артерия так же как и мустама это и сиброза пуэст и вот здесь на этой дороге что в ту что в другую сторону с утра и с вечера машинный поток постоянный нет такого скажем если мы возьмем улицу пирита ты да с утра все спирита и свинься едут в город и со стороны города в бимсе дорога свободная а вечером наоборот только здесь улица ну что с утра что вечером одна одно одно и то же что с той стороны что в эту сторону все и на работу и с работы ну я так очень не знаю что я это говорил уже нет так это был не этот светофор косякнул я в прошлый раз на следующем ну правда это доказать еще надо что я был за рулем и что то вообще это машина мы не будем умничать мы просто проедем сегодня правильно вот это действительно здесь не угадать тоже здесь где-то притормозить и посмотреть помещусь вот здесь я стоп-линия вот здесь да все помещаюсь я исправил свою ошибку я исправил свое вино мы дальше не поедем и поворачивать на мусс там на цифру за поезд и потому что во-первых мы ездили там в прошлый раз а в этот раз я не хочу ехать через эту пробку сумасшедшую когда музыку поезда пустая опс кстати у нас еще снежинки эти по крайней мере сегодня на столбах горели и иллюминацию почему-то новогоднюю не отключают мне почему-то всегда казалось что ее отключают ну где-то после 14 января января начинают выключать не горит еще хотя вот в садике у дочки все убрали уже кстати сегодня читал в новостях что у нас есть как-то потихонечку эстония подготавливается к столетию празднование независимости подписания торговского мирного договора и 24 февраля у нас парад будет парад будет обычно насколько понимаю они помочь 24 февраля всегда в таллине на день победы в разных городах не читал всем кто там будет участвовать я не знаю вы хотите я мечтал парады мне не интересны но я могу сходить я могу сходить потому что может быть дочки как бы реально показать это так что если интересно я может быть даже сходил на парад поснимал там но сразу комментировать не буду у меня к парадам 24 февраля немножечко такое отношение негативное я объясню почему когда-то знаменитый 97 год был когда все все такой человек как Денис который сейчас болтает очень много на камеру служил в армии 24 февраля нас Сталина отправили в Нарваюсу обратно в учебку за 4 дня до 24 февраля учиться маршировать мы там маршировали 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 научились 24 февраля блин или все таки был парад пограничников 24 февраля я сейчас не буду почему я не люблю парады сейчас все таки дорасскажу все нас как его научили блин а парад был в Нарве я точно помню и вот мы выходим господи вспоминаю стыд наш мы идем маршируем все по плацу это Петровская площади да и зараза там люк открытый был и понимаете кто падает в этот люк а с автоматом ну ладно я упал упал там еще мне женщина полицейский такая подскочила вытащила меня с этого люка ну вы понимаете эти эти с вами в строю идущие идущие с вами в строю ржущие ржущие реально рожи вплоть до офицера который ведет и ты стоишь так солдат стой на месте и этот смех не прекращался а ты стоишь у тебя штанина грязная ну вот короче и у меня по этим парадам вообще просто такое ощущение не ощущение такое вот ну не нравится мне это я сразу вспоминаю эту историю становится очень нехорошо короче насчет парада если что-то будет интересно скажите может быть я поеду поснимаю да я сейчас говорю мне само аж неприятно стало итак а не мы доедем до конца я здесь обычно выезжаю да я здесь вот здесь буквально еще вчера все в снегу было я вчера поехал за дочкой в садик и мы в шесть в пять часов я за ней поехал забрал до моего бреха в пять двадцать в пять двадцать я взял санки и мы на санках поехали кататься нормально снега было и снег был такой прессованный и морозец был а сейчас ты смотришь вообще с ума зайти он это тает и очень опасная дорога машина дрифтует под этим снегом перекрестки вот где машина туча едет да они хопс хорошие такие асфальтированные вот эту дорогу наверное почистили не знаю может это сделал теплотрассы здесь идут может быть просто просто здесь очень но чаще машины и это думаю поехать на почту за припарковаться сначала а потом пойти на почту пешком да давайте я не буду туда крутиться здесь припаркуемся так ну вот не знаю ничего никакой никакой то такой смысловой нагрузки я в этом видео не не нес если хотите потерпите сегодня поздно ночью или же завтра в течение дня будет видео меня как-то я когда об этом сказал а сказал об этом и меня попросили но не было как бы возможности физически это сделать теперь она появилась так что посидим дома минут 15-20 где-то так видео и завтра я как еще повторяюсь я уже повторяюсь я попробую замутить еще кое-что и если оно мне понравится этот вариант ну что ж мы оставим даже на каждую субботу это потому что будет не выходя из дома а почему всем мира добра уважаем друг друга осторожно на дорогах солнце вам всем побольше чем в таллине сегодня раз в сто говорят правда на ноль нажать нельзя ну ничего не поделать я души желаю всем солнца и всем мирного города такой такого как наш таллинн я не хочу чтобы раскроешь не иметь пойду оттуда до